Добрый день, господа и примкнувшие к ним дамы, это инстаграм. Звук, возможно, чуть-чуть похуже, потому что мы с вами забыли микрофоны, но, надеюсь, камера отработает. Здравствуйте. Да, кстати, это Иван, кто не знает. А кто не знает Ивана на этом канале? В общем, сегодня у нас нам с вами достался вот такой вот мерзавчик Джека Дэниелса. Ну, не достался, сходили и свои кровные. Отдали своих кровных. 25, между прочим, 10 долларов фактически. Да, 10 долларов за 200 грамм мы заплатили. Кто-то нам обещал его за 10 долларов побольше объема. Ну, тот, кто обещал его побольше объема за 10 долларов, сегодня уехал собака в Полоцк на экскурсию, понимаешь? И даже снимать нас не захотел. Ну, собака, наверное, котяра. Ну, ладно, это локальная шутка. Нет, если вообще брать локальные мемы, то, конечно, Коршун, но... В общем, ребят, Джек Дэниелс. Ну, пока там Ваня занимался своими делами, я троху погуглил, что это вообще такое. У нас номер 7. Собственно говоря... Ну, почему номер 7, да? Дело в том, что когда компания была зарегистрирована, соответственно, она в реестре находилась под седьмым номером. Это основная легенда, поэтому стали использовать номер 7. Также мы встретили еще две легенды, но они уже куда менее правдоподобны. Одна из них гласит, что контракты на поставки сначала от Джек Дэниелс заключил со своим другом, который был владельцем сети магазинов. В этой сети было ровно 7 магазинов. Поэтому вот в номер 7 есть третий вариант, который... Ну, я не знаю, он польстит или не польстит Джеку Дэниелсу, потому что, типа, у него было 7 любовниц. Ну, я не знаю... А сколько любовников? Об этом история... Тогда, Ваня, было не принято. Ну, значит, все нормально, потому что нет другого вида. Да. Короче, вот, с историей разобрались, собственно говоря, Санкт-Петербург. Ну, и 19 век, Джек, то есть, получается, когда этот закон приняли в Шотландии по легализации виски, то есть, он, как и многие, начал заниматься продажем производством. Ну, он после окончания гражданской войны, он в 66-м году... Расскажи, расскажи лучше про рабов, про рабаточную. А, да, кстати, ну, там две теории происхождения компании. Одна из них, что Джек Дэниелс сам, он в 16 лет уже начал заниматься непосредственно производством, а в 14 он познакомился... Он, во-первых, ушел из дома рано, да, и работал, значит, на одного пастора... Ну, мы никого не призываем, хотите из дома. Да, работал на одного пастора, который, собственно говоря, занимался вареньем алкоголя, да, то есть, виски производством. Вот, и у этого пастора был еще чернокожий раб, и вот Джек Дэниелс потом, после того, как отменили рабство, он вместе с этим рабом у пастора выкупил эту долю, и, собственно говоря, вот этот чернокожий раб, он стал его главным технологом по производству. Ну, действительно, да. Да. Вот. Ну, правда, многие задаются вопросом, откуда в 16 лет у Джека Дэниелса появилось столько денег, чтобы выкупить долю пастора. Ну, это... Там есть вторая теория, но, короче, мы долго рассказываем про историю, сам напиток, да, но принципиально называть его тенниси-виски, да, тенниси... Ну, или просто виски, да, то есть, это... Нет, ну, тенниси-виски, они именно настаивают... Нет, понятно, здесь просто что мы к чему ведем, что... Ну, по факту-то это бурбон. Не бурбон, ну, то есть, по сырью... Это бурбон. Это классический бурбон, там сколько, 80%... 80% кукурузы. Кукурузного сырья, да. Остальные 20% это ячмень... Ячмень и рожь. И рожь, да. Вот, то есть, по составу, да, но это именно... Во-первых, на бутылке нету, во-вторых, именно по... Как сказать, по технически они везде все документации... Ну, да, они везде говорят, что это тенниси-виски. Да, это именно тенниси-виски, вот. Они... Вот, все. Вот такая штука, собственно говоря, ну, крепость 40, насколько я помню. Да-да-да. Срок выдержки экспортеры говорят 3 года. Санечек, Дэниелс, компания сама умалчивает, сколько они это выдерживают. Поэтому вот так. Короче, мы еще долго говорили, начинаем. Начинаем. А что начинаем? Во-первых, гребаный, не под ним. Ты знаешь, это какая... А где? Да, тут, наверное, надо поджать, тут, наверное, наклейка. Ты знаешь, типа... Ты хочешь вот это вот еще? На, попробуй. Это, как этот... Самый знаменитый бурбонок оказался не бурбоном. Ну да. Самый популярный, самый, не знаю, там, выпиваемый во всем мире. Ну что, пластмассовая? Ну да. Ну, конечно, не такая, как у канадян есть, но похоже. А, нет. А, нет, тоже, Иван, послушай, ну, полтора копила. Ясно, ясно. Альвана где-то захлебнулась. Ну, давай сразу я так бабахну, чтобы нам на весь обзор хватило. Я просто не хочу его 10 раз... Дышать он должен, не должен? Это же бурбон, типа. Нет. Нет, он это виски, но типа... Нет, конечно, пускай подышит, но... Давай понюхаем. Ну, вот он копчененький. А, да, его же при производстве его гоняют через угольный фильтр. Причем там угля, насколько я почитал, там трехметровая такая штука накладывается угля. Причем уголь именно из сладкого клена. Я не знаю, как там технолог ходит. Уголь они сами тоже производят. То есть, я не знаю, что он ходит, кусает клен. Этот недостаточно. Не, ну они же, наверное, там этот, как у нас было, 12 вид берез, там что-нибудь такого. И он, короче, 5 дней вот через это вот стекает, через эту трехметровую гору угля, и, соответственно, приобретает дымный аромат. Ну, да, здесь дымок есть хороший. Ну, начнем с того, что превалирует. Это... Бурбонность есть. Да, кукуруза, есть немножко легкого спирта, но он постепенно улетучивается. То есть, он появился в начале, сразу после открытия. Да, сейчас уже меньше. Да, то есть, это уходит. Есть какие-то кислые ноты. Это, возможно, вот ячмень дает, рожь, возможно, кислые ноты. Какие-то, может быть, даже слегка ягоды какие-то, может быть. Ну, то есть, что-то есть. Ну, мне здесь прямо вот откровенная лаковость и дымность. Ну, лаковость и ванили, это вот, которая... Ну, это бурбонность, это кукурузность, это... Давай попробуем. Что мы... Ну что, свои кровные отдали вот за этот свист? Нет? Давай. Во вкусе дымок хороший. Дыма больше? Ой, послевкусие именно дымное. Он такой копчененький, копчененький. Лечение такое крекерами отдает. Да, отдает... Соленость есть, какая-то карамельная соленость, я бы сказал. Дальше начала проступать кукуруза именно сладкая такая, засахаренность. Я вот бочку, наконец, расчищу. Фруктов нет. Ну, дубовость она вот идет вместе с дымом как-то так. А у меня как-то вот, наоборот, дым вот прямо сразу зашел, потом вот у меня пошла вот эта вот такая соленая карамель, типа... Вот в конце еще какие-то появляются... А в конце древесные нотки такие? Сухофрукты легкие. Ну, я не ловлю сухофрукты. Такие вот, а не которые, вот это оттенок, который был в запахе кислым, вот это вот такое что-то в сочетании с дымом получается вот эти легкие фрукты. Ну, попробуем еще. В общем, вкус узнаваемый, то есть, минус пустоватый. То есть, он вроде бы есть, но очень сильно чувствуется вода. То есть, он как будто разбавленный. Ну, он такой вот, знаешь, это я бы называл, это бурбон начального уровня. Это типа как и джимбим обычный. Ну, ладно, мы будем уже оценивать его. Мне нравится, чем джимбим больше, потому что... Мне за счет дыма здесь нравится. Да, за счет дыма, ну, просто дым дает именно ему какую-то тяжеловесность. То есть, джимбим, он вообще, то есть, очень-очень легкий, очень простой. Здесь хоть что-то появляется. Послевкусие есть, кстати, на удивление, даже довольно длинное, но послевкусие уже не то дымное, которое сразу, когда пробуешь. Оно уже именно переходит в лаковость, ванильность, то есть, уже такое бурбоновое. Мне еще нравится, вот я дважды покатал его по деснам, мне нравится, что нету сильного жжения. То есть, тут со спиртами все хорошо. У них нету вот этого, знаешь, некоторые вискари очень тяжело по деснам катать. Там потом такое, такая во рту происходит жесть. Здесь этого нету ничего. То есть, он вполне себе... Ну, нет, здесь немножко спирта. Нет, ну, Лех, послушайте, понятно. Это же не элитная, во-первых, даже серия. То есть, у них все-таки более, ну, если мы хотим получше чего-то, надо джентльмен джек брать. Да, 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 да. Ну, это может быть какой-нибудь другой раз. Сейчас про... Сейчас просто про этот... Ну, можно и так подводить, мне кажется, уже, в принципе... Что? Самое главное... Нет, самое главное, давай так, на пьянку его можно брать? Я бы брал... И вот именно попьянствовать, да, можно. Единственный минус, конечно, что, наверное, немножко дороговато, Ну, у нас, по крайней мере, да, в наших широтах это ценники. Да, но... Я бы сказал, что за такую цену есть, ну, скажем так, бурбоны... Ну, смотри... Уилл-таки. Смотри, он 0,5 у нас тут стоил... Не, ну, дорого там. Под 20 до... А 0,7 там стояло, что-то, по-моему, 64-65 рублей. Так за эти деньги можно практически купить. Вот вайл-таки можно купить. Вайл-таки хорошо. Можно почти... Ну, Бутфорд Резерв, наверное, подороже. Подороже. Ну, можно попробовать Джим Бим. Слушай, можно взять Джим Бим этот экстра-эйш раз. Он тоже... Ну, он... Ну, вот, наверное, не получше. Вот, наверное, у него свои отличия, например, на уровне секса. Хорошо. Можно этот самый, Баффало Трейс взять за эти деньги. Да, Баффало Трейс неплохо. Можно, если Мейкерс Марк по какой-нибудь... Ну, Мейкерс Марк... Там за 70. Слушай, там за 70 с копейками рублей мы вот последний раз, который был... Ты мне на день рождения... Ну, 5 же, да? Да, да. На 7, по-моему. А, ну, 7 даже, да. Ну, там вообще 4 рубля, ты, по-моему, говорил. Тогда примерно этих же денег там... Ну, так а смысл? То есть, понятно. А, еще есть очень хороший напиток. Мы его не снимали. Ну, мы его снимали, у нас не получилось его выложить. Очень хороший напиток. Может быть, как-то снимем его. 4 роза, 4 роза, сингл баррел. Да, сингл баррел. Я вот только хотел про него сказать, что тоже он реально... Да, и он примерно этих же денег стоит, но там... У нас там, к сожалению, была запись. Земля и небо. Да, но запись пришла... Она, короче, пошла прахом, потому что... Мы... Напротив солнца начали снимать. Мы не просто напротив солнца. Мы еще тогда с камерой, именно с видеокамерой, мы не сильно разобрались с настройками. Ну да, и светосилу там не выставили. И мы немножко... Да, и она в итоге нас с Ваней просто засветила там. Там лучшее, что из этого получилось добиться, что видно стол и рюмки. Но нас там уже не видно. Поэтому не знаю. В общем, когда-нибудь переснимем. Так, если соберем вкус классический бурбоновый... Я бы сказал, бурбоновый с необычным вот этим... Для бурбона дымом. Да, то есть вот особенность этого виски это добавление дыма. По оценке... Я бы сказал, что это где-то семерка, чем с половиной. Семь с половиной. Ну, то есть... Ну, до восьми нет, потому что это все-таки не того уровня напиток. Да, восьмерку не тянет. И на самом деле тут довольно, как сказать, промежуток большой до восьмерки. Ну, тут хватает. Тут резкость есть. Тут такие эти вещи. Я просто... Не только качество напитка еще в эти 0,5 балла, но еще и ценник, и раскрученность. То есть раскрученность, почему я тоже, это немножко минуски, но в том плане, что он настолько знаменит, его все знают уже настолько, что для некоторых, может быть, когда я попробую его первый раз, скажу, типа, ну что это такое? Ну, скажут, ну да, а где вот это вот... Где ваши эти пафосные речи, что это аж сам... Ладно, это разговоры уже о брендах мы когда-нибудь отдельно поговорим. Семь с половиной, да. Семь с половиной, все, до новых встреч, бывайте здоровые. Пейте хорошие напитки. Ну и, конечно, жмите на колокольчик и прочие там ритуальные действия. Бывайте здоровы. Ну вот.